Привет всем мирным людям! 10 сентября, 2024 год, 340-й день войны, уже 11 месяцев мы воюем с Хамасом, а конца края еще не видно, а тут еще север давит на нас, предчувствие большой-большой войны на севере. Еще больше месяца мы уже ждем мощного ответа от Ирана. Уже прошел месяц и даже больше, а мы все ждем, ждем, ждем. Совсем недавно был освобожден заложник. Наши доблестные солдаты освободили его из подземелья Хамаса. И вот что интересно, это араб, бедуин, мусульмане. Как видите, для Израиля неважна ни национальность, ни вероисповедание. Он житель Израиля, он наш гражданин, и мы несем за него ответственность. В отличие от Хамаса, они тоже арабы, они тоже мусульманы, но им по фонарю. Им главное, раз ты живешь в Израиле, значит ты враг. А еще мы нашли тела шестерых заложников, которых казнил буквально за два дня до этого Хамас. И это вызвало большой раскол в обществе. Многотысячные демонстрации почти каждый день проходят за то, чтобы заключить сделку с Хамасом. Причем самое интересное, на условиях Хамаса. Вот мне все интересно, это что, они все за Хамас? Или давайте сделаем то, что сделаем, а потом будем разбираться? Да кто же нам даст потом разобраться? А на севере идут боевые действия. Мы предотвратили запуск большого количества ракет в нашу сторону, Но, похоже, Хизбалу это не учат. И каждый день они запускают то дроны, то ракеты в нашу сторону. Короче, грядет война, предчувствие войны. Еще позавчера на конторно-пропускном пункте, который ведет из Израиля в Иорданию, Включился теракт. Раб, водитель грузовика, без упрощения вез груз из Иордании в газу, Расстрелял троих сотрудников таможенной. Вот. И оттуда на нас идет беда. А нашему вниманию тридцать первый сборник про войну. А Мисреэль Хай. Мы победим. Давайте посмотрим на нескольких, с нескольких сторон посмотрим на эту ситуацию. Значит, первое. Во-первых, профессор Алан Пикарский дал свое заключение по поводу этого расследования. И сказал, что никакого изнасилования там не было. То есть, он серьезный авторитет. Он сказал, что это в последовательности была попытка проноса тех или иных вещей на территории тюрьмы. Это по поводу того, что происходило. Теперь по поводу того, как повлияло это на общественное мнение. Вот то, что действительно слили эту информацию. Рашид Лайб – это демократический конгрессмен. Конгрессмен демократической партии. Рашид Лайб уже опубликовал следующую вещь. Она взяла с 12 канала абсолютно другой опрос. Подставила в этот опрос и написала. И там написано следующая вещь. Что 47% израильтян поддерживают изнасилование террористов в тюрьмах. То есть это в сумасшедшем. Да, уже переходит это все в сумасшедшем. Хорошо, что не написано, что мы там и участвуем. И кто это все инициировал? Понимаете? Теперь давайте пойдем, кто инициировал. Что происходит? То есть, как бы, понимаете, та же Рашид Лайб или там арабы, которые или там мусульмане, которые находятся за границей. Понятно, что у них нет доступа ни к чему. Тот, кто сливает эту информацию, существует еще внутри организации. Такие, как Бицелем, такие, как Шавромиштяка. Которые сейчас занимаются тем, что они обзванивают сектор газа. Тех, которых освободили, мы отпустили. Ну, там, заключенные. И начинают их допрашивать. Спрашивать по телефону. И после этого они публикуют и все передают на Запад. Значит, это вот то, что сейчас происходит. Теперь, почему, допустим, военная полиция расследовала, не расследовала то или иное дело? Какая-то из организаций передала на Запад или в ГАГУ. Передала, что мы там совершили противоправные действия какие-то. То мы, действительно, обязаны расследовать. Потому что, если мы это сами не расследуем, то мы попадаем под обвинение ГАГи. Потому что ГАГа является комплементарным судом, если не видят, что местный суд не в состоянии это расследовать. Как это происходило здесь? Это произошло при этом фарс абсолютный. Теперь по поводу того, что необходимо сделать заключенным. Вы знаете, я опять, я не голосую за бенгвир. Но я считаю, что вот когда над ним смеялись, что он запретил террористам самим себе печь питы. Или самим себе готовить там мясо какое-то. А над ним говорили, смеялись, что ты министр по питам. Я вам могу привести пример из одного из моих любимых фильмов. «Побегать с Шевушенку». В этом фильме «Побегать с Шевушенку» там заключенный был на крыше. И он помог одному из охранников с одним делом. Охранник спросил, что я вам могу дать в ответ. Он сказал, я хочу только одну вещь. Дайте, вот мы там с друзьями, дайте нам по бутылочке пива. И он сидит и рассказывает, а зачем тебе нужна была бутылочка пива? Говорит, потому что это единственный раз, когда я смог сам по себе принять решение и почувствовать какой-то глоток свободы. И когда у них забрали питы и забрали возможность готовить себе, это не потому, что мы там смеялись над ними, это было смешно. Это ты забираешь у людей возможность принимать личные решения. И ты забираешь свободу. Это обязательно надо делать. Они должны чувствовать в наших тюрьмах не как на свободе и получать образование. Я приводил в одном из эфиров, кто такой Самир Кунтар и какую степень он получил в нашем университете. Ученую. Да, первую степень он получил, написав в конечном итоге работу, которая говорит о несоответствии между требованиями демократиями и безопасностью государства. За наш счет. Он человек, который ребенок, двухлетняя дочка задохнулась, потому что бывает, что она заплачет, когда она прятали, а в четырехлетней дочке он разбил голову прикладом. Так вот теперь я хочу сказать по поводу того, что Аркадий говорил, что необходимо те или иные изменения сделать. Наша страна до 7 октября, если я беру экскурс в историю, есть супер демократия, это была Афина, а вот не демократия, это была Спарта. У нас было что-то похожее на Афины, и я надеюсь, что вот после того, что все произошло, мы больше не будем Афиной, но мы не превратимся в Спарту. Мы должны будем балансировать между Афинами и Спартой, наша страна будет еврейская, демократическая. Между Западом и Востоком, я бы сказала. Нет, мы должны быть, у нас демократия, которая вот под тем определением, когда ультралиберальная демократия, которая работает в Швейцарии, у нас она не работает. Ну вот не работает, так здесь нет. Мы живем в такой обстановке, и мы должны будем балансировать между вот этими. Что это называется государство с еврейской национальной идентичностью. Объясняю еще раз тупорылым Аллахакбарцам. 7 октября. Идиоты перерезли через забор, перерезали гражданских людей, пошли к себе, за каждое убийство получили квартиры, получили выплаты. И потом начали скулить, что оказывается, те родители, чьих детей они зарезали, отключили им воду и скидывают на них бомбы. 50 бомб на них скинули, а 5000 ракет, которые отправили эти мрази, никто не считает. Заткните свои вонючие рты, в газе дети умирают, в газе дети умирают, пусть думают об этом газовцы. Пускай они, суки, не лезут туда, куда не потянут. Полезли, думали, что все смогут, думали, что всемогущие. Отключили им воду, отключат им все нахер, отключат им дыхание, сделают все, чтобы их не существовало. А у меня, как вы говорите, такого никогда не произойдет. Знаете почему? Потому что я не дебил и 7 октября никому не собираюсь ничего устраивать. В моей жизни такого не произойдет. Это вы и устраиваете, гребаные аллахакбарцы. Я не говорю сейчас про мусульман. Я говорю про вас, кончит аллахакбарских. Это и изгнание евреев из Испании, это и начало Первой мировой войны, которая тоже привела к катастрофе, можно сказать, частичной европейского еврейства. Это эвакуация варшавского гетто. И даже некоторые относят к этому и начало размежевания в 2005 году. Хотя вот я, как участник этих событий, я все это внимательно снимал, могу сказать, что тут не точно. Потому что как раз 9 авгу должны были начать операцию по размежеванию. И Шарон, которому просто не пришло в голову посмотреть на еврейский календарь, а он именно конкретно занимался размежеванием вплоть до дат, часов и какие подразделения куда пойдут, перенес размежевание на двое суток. Так что дата не точная, но тем не менее плюс-минус 9 авгу мы понимаем, что это точка отчета, но точка отчета для иудеев. Причем тут шииты, причем тут хизбалла, причем тут Иран не очень понятно. Объясняют аналитики, что там тоже любят символы, что для них это будет очень важно. Ну, уподобиться, например, римским императорам, которые разрушили второй храм. Это, конечно, крутое достижение было бы для Ирана. Но просто надо им напомнить, что сегодня на храмовой горе стоит мечеть Алякса и купол над скалой. Если они туда попадут, то, в общем, наверное, они войдут в историю немножко с другой стороны. Да, умер Гинзбург, 101-й батальон десантной бригады. В составе 98-й дивизии воевал в Хан Юнос, восточный Хан Юнос. И такое время от времени происходит. Невозможно все время прятаться, все время сидеть за стенами надежными в подвалах. Нужно подниматься. Есть наблюдатели, есть люди, которые пытаются понять, в какую сторону удобнее двигаться. В общем, есть боевые задачи, которые связаны с риском. Это очевидно. Омер вместе с двумя еще наблюдателями поднялся на один из верхних и даже еще не разрушенного здания. Таких в восточном Хан Юносе осталось не так много. Восточный, это нужно понимать, тот, который с израильской стороны, да, со стороны израильской границы. То есть там были тяжелые бои, там действительно немного уцелевших зданий. Именно поэтому за этими зданиями пристально наблюдают, в том числе и боевики Хамаса, снайперский выстрел. Омер получил смертельное ранение. Два его товарища легко ранены. Они эвакуированы с ними. Все в порядке. Вот еще один боец погиб у нас в Хан Юносе. Ну и, кстати, раз уж мы говорим про погибших, нельзя не вспомнить Йонатана Дейча, который погиб вчера в теракте на перекрестке Михала. Это, казалось бы, гражданский парень, на самом деле ему 23 года, он две недели назад уволился из Маглана, то есть отслужил, наконец-то, службу. И последние месяцы он проводил в Газе. И вот такая судьба, ирония судьбы, печальная очень, да, что отслужил в Газе, прошел без царапина в Маглане. Это очень серьезное подразделение, которое, в принципе, предназначено для действий за линией фронта и для наведения там на цели артиллерии, авиации, для разведки уже боем. Но и в Газе, как мы понимаем, Маглан тоже очень активно действовал. Кстати, и в том же самом Хан Юносе. Йонатан там тоже побывал, ни раз, ни два. Но, к сожалению, пуля террориста нашла его в Орданской долине. Так что, ну, все-таки я бы говорил о двух погибших военнослужащих вчера. По сегодняшнему дню еще данных нету. Но, в принципе, операция в Газе идет по прежней схеме. 162-я дивизия продолжает утюжить в основном Тель-Султан. Это один из кварталов Рафеха, который еще не до конца зачищен. Западный Рафех, включая часть гуманитарной зоны, находится полностью под контролем израильской армии. И, таким образом, Рафех у нас практически в полукольце с запада, со стороны Филадельфийского коридора. Ну и, разумеется, с востока, где проходит израильская граница, где находится КПП Керм-Шалом. В Хан Юносе продолжаются операции. Мы это видим и по сводкам о погибших и пострадавших, и по докладам армейской пресс-службы о новых уничтоженных туннелях, о новых целях, которые были обнаружены, о работе саперов. Но прямых боестолкновений, вот таких настоящих боев, которые мы видели в начале, даже вот этой последней операции в Хан Юносе, уже практически нет. Террористы устраивают засады, пытаются подложить фугасы, пытаются использовать и снайперское оружие. РПГ значительно меньше, кстати. Просто они, похоже, подходят к концу. Филадельфийский коридор перекрыт, и поставки оружия в газу не возобновились. И мы видим это четко совершенно, потому как действуют боевики, им приходится менять тактику просто из-за нехватки оружия и боеприпасов. Важная история со школой. Напомню, там позавчера удар по школе, в которой, по словам Хамаса, было 100 молящихся людей, женщины и дети, сотни раненых и около сотни погибших. Так, естественно, бурное международное осуждение со всех сторон. Классическая схема, на самом деле, уже можно было бы привыкнуть даже тем, кто осуждает, что в конце концов появляются реальные данные. И всегда, всегда выясняется, что Хамас врет. Но вот на этот раз история повторяется. Пока израильские разведчики на высоте, они каждый день публикуют фамилии просто убитых боевиков. Сегодня опубликовано еще 12 фамилий, таким образом, из пострадавших в этой самой школе, 31 боевик убитый уже просто-напросто опознаны. Вместе с фамилиями, званиями и должностями, которые они там занимали. Привет, меня зовут Эзер Мор, а это будет видео про израильское чувство юмора. Потому что, кроме как с юмором, ко всему происходящему относиться уже просто невозможно. Например, к бесконечным угрозам гладкошерстных мартышек, таких как лидер террористической организации Хезбулла, человек с самой говорящей фамилией на Ближнем Востоке, Хасан Насрала, который написал в своем твиттере «Может быть, этой ночью, может быть, завтра, а может быть, через неделю?» И это он про атаку на Израиль, которую мы за месяц так и не дождались. Но зато израильский предприниматель Иран-Эфрат ответил лидеру Хезбуллы. «Может быть, ночью, может быть, завтра, а может быть, через неделю?» Это похоже на отговорки твоей жены, когда добиваешься от нее секса. А комик Гайордовер, в свою очередь, спрашивает у Ирана. «А в чем дело, Иран? Ты что, послал свои ракеты почта Израиля?» Ну а главный вопрос терзающий русскоязычных израильтян, Аятолла Хаминея, лидер Ирана, просто воздухан или воздухан терпила. И количество таких мемов после каждой очередной угрозы в адрес Израиля превышает все мыслимые пределы. Так что если мы от чего-то и умрем, так это от хохота над этими бородатыми халяльными клоунами. А самое смешное, что пока мусульманские терпилы угрожают Израилю, Израиль тем временем молча, без лишних угроз, сносит, например, сирийский аэропорт, куда Иран и Россия зачем-то свозят свое вооружение. Потому что когда нам угрожают даже такие клоуны, мы воспринимаем эти угрозы всерьез. А если драка неизбежна, бить надо первым. Срочно, короче, я придумал, как остановить эту ситуацию Палестино-Израильского конфликта. Кстати, не знаю, что там сейчас происходит. Ладно, не до этого. Просто надо быстро мысль озвучить. Я знаю, как за три дня, ну, взять Суджу, взять Киев, короче, как за три дня остановить Палестино-Израильский конфликт. Нужно быть честными до конца. Вот прям до конца. И мой вывод, точнее, мое решение этой проблемы, нужно максимально просто идти в отказ от всего израильского. Вот все, вот израильское нет и точка. И прям, знаете, ни капли в рот, ни сантиметра в жопу. Вообще не пользоваться израильским. Три дня и все. Потому что человек может жить только три дня без воды. А если вы не знали, в Газе вода вся с Израиля. И быстренько этот конфликт закончится. И потом уже я могу спокойно приехать в Газу, если позволят мне израильтяне, что там, ну, мы трупы все уберем, без проблем. Я соберу туда всех своих подписчиков и создадим там страну No System. Как вам? В студии Алла Ашатам в эфире новости. Здравствуйте. Израиль ждет ответного удара от Ирана. Израиль тянет в панике. Они сидят в своих бомбоубежищах, нервно едят просроченную туну и запивают просроченной водой. Людей на улице нет, на прожих тем более. Купить продукты негде. Шаббат. Как дожить до вечера? Что страшнее, удар Ирана или Шаббат? Такие вопросы израильтяне задают друг другу каждый день. А в ответ... Как мы помним, на выходных по территории Израиля прилетела ракета РСЗО, запущенная Хезбалой с территории Ливана. СМИ об этом писали подробно, как и о том, как развивалась трагедия. Ракета крупного калибра была запущена с расстояния примерно в 10 километров и тревога сработала сразу. В Израиле все действуют на уровне рефлексов, мгновенно направляясь в убежище, так было и в этот раз. Подростки играли на футбольном поле и, услышав тревогу, кинулись в убежище, которое было на стадионе. Ракета попала как раз на пути в убежище. 12 подростков погибли. Израильтяне тут же сгребли все, что было в районе. Откуда прилетела ракета? А спецслужбы в течение суток установили имена всех, кто принимал участие в обстреле и личность того, кто командовал обстрелом. В Израиле ни у кого нет сомнений в том, что этот пациент, а скорее всего, все стрелки уже не жильцы. Пусть не завтра, но через неделю, месяц или год, до них доберутся и ликвидируют без малейшей рефлексии. Тут было главное – установить, кто это сделал, а дальше уже в силу вступает эффект неотвратимости наказания. Тем не менее, все замерли в ожидании того, каким будет ответ Израиля в его основной фазе. Диапазон реакции от воздержания до масштабного вторжения в Ливан с выжиганием всего, что связано с Хезбалла. Собственно говоря, для Израиля это не новый сценарий, и потому он рассматривается как вполне реальный, но крайний. Ну а нечто среднее – это серия ударов по активам Хезбаллы на территории Ливана. Но тут тоже были варианты. Либо удары наносятся по целям в Южном Ливане, либо эти удары не имеют ограничений в географии, а потому полетит по всему Ливану, включая и Бейрут. И вот даже этот вариант многие считали чрезмерным и уговаривали Израиль не только отказаться от сухопутной операции, но и ударов вглубь территории Ливана. Причем эти предостережения были как от стран залива, так и от США. Израиль сделал паузу, но похоже на то, что два крайних варианта оказались в стволе, поскольку появились сообщения о том, что ряд подразделений Цахал выдвинулись к ливанской границе. И вот пару часов назад стало известно о том, что Израиль избрал собственный вариант ответа. Вторжение на территорию Ливана не случилось, но был осуществлен точечный удар по пригороду Бейрута, где находится анклав Хезболы. В результате был уничтожен второй человек в иерархии Хезболы Фуат Шукар, а первое лицо Исмайл Хания сразу после того, как стало известно о гибели детей, смылся в Иран от греха подальше. И вот стало известно о том, что примерно в два часа ночи, находясь в своей резиденции, расположенной в Тегеране, Хания был уничтожен. Вместе с ним погиб один из его охранников. Вот как это описывает издание Иерусалим-Пост. Лидер Хамас Исмаил Хания был уничтожен в Иране. Подтвердил Хамас в среду утром, заявив, что за нападением стоит Израиль. В заявлении исламистской террористической группировки говорится, что они оплакивают смерть Хании, который, по их утверждению, был ликвидирован в ходе вероломного сионистского рейда на его резиденцию в Тегеране. Согласно заявлению Ксир, Хания вместе с одним из его охранников был ликвидирован в своей резиденции в Тегеране. А вот, собственно, заявление Ксир. Сегодня рано утром был нанесен удар по резиденции Исмаила Хании в Тегеране, в результате чего он и один из его телохранителей приняли мученическую смерть. Причина расследуется и будет объявлена в ближайшее время. Сказано в сообщении. При этом пока нет подробностей самого процесса ликвидации Хании. Это может быть как ракетный удар, так и привет от самолета-невидимки, но, возможно, эту операцию провела штурмовая группа, которая уже давно находилась в Тегеране, для исполнения именно такого задания. В любом случае, одиозная фигура была ликвидирована в месте, которое она считала наиболее безопасным. В самом деле, смывшись в Тегеран, отважный решил, что уж там его точно не достанут, поскольку здесь он будет под защитой не простых полотенец, а грозного Ксир. И, как мы видим, он не прогадал. Ксир тут же опубликовал трогательные соболезнования и, наверное, обеспечил его бесплатными белыми тапками, чтобы все было по классике. И вот теперь можно с уверенностью говорить, что Израиль пошел навстречу всем тем, кто уговаривал его не осуществлять вторжение в Ливан, а ограничиться ударами исключительно по верхушке террористов. Напомним, всех насторожила переброска израильских войск к границе с Ливаном. Но, как выясняется, это была либо превентивная мера, либо отвлекающий маневр. А ликвидация самой верхушки стала просто классикой жанра и вполне адекватным ответом за содеянное. Кроме того, Израиль послал сигнал первым лицам полотенец о том, что способен достать их где угодно и сделать не просто мучениками, но кручениками. Этим актом он как бы предлагает сыграть в игру. Угадай, кто следующий. Началось. Через несколько часов весь мир станет свидетелем значимых событий. Хезбола запускает десятки ракет по Израилю. Их ПВО перехватывает ливанские ракеты. Граничащая с Израилем и Ордания внезапно объявила о закрытии своего воздушного пространства. Американские СМИ со ссылкой на Пентагон пишут, что в течение нескольких часов Иран вместе с союзниками начнут крупномасштабную атаку на Израиль. Прямой эфир с места и последние новости публикуем. Появились подробности ликвидации главаря Хамас в Тегеране. Сейчас расскажем подробнее, а вы пока подпишитесь на канал, самое интересное в конце. Убийство лидера палестинской группировки Хамас Исмаила Хани было совершено с помощью управляемой ракеты, направленной в его частную резиденцию в Тегеране. По информации издания Алхидрт, ракета попала в дом около 2.00 ночи, что также подтверждается и иранскими государственными СМИ. Агентство Фарс Ньюс, связанное с революционной гвардии Ирана, сообщает, что Хания находился в резиденции для ветеранов на севере Тегерана и был убит снарядом с воздуха. Корпус стражи исламской революции подтвердил факт убийства Хани, и Хамас позже осудил это как «подлый поступок», возложив ответственность на Израиль. Израильская сторона пока не прокомментировала события. Хания был одним из лидеров Хамас и занимал пост премьер-министра палестинского государства с 2006 по 2014 год. Хамас признан террористической организацией в ЕС и США, а Хания был признан террористом США в 2018 году. Пишите в комментариях, что думаете и не забудьте подписаться на канал. Привет, меня зовут Эзер Мор, а это случившаяся на прошлой неделе церемония открытия Олимпиады в Париже, которая сама по себе заслуживает отдельного комментария о той морально-этической пропасти, в которой оказалась современная Франция. Но поговорить я хочу не об этом средневековом цирке уродов, а вот об этом цирке уродов, дамы и господа, палестинская олимпийская сборная. Оставим в стороне тот факт, что униформа террористов выглядит буквально как карта боевых действий, ведь самое интересное это состав этой якобы палестинской сборной. Знакомься. Бегунья Лайла Масри, гражданка Соединенных Штатов. Джудаист Форес Бадвай родился в Сирии и живет в Германии. Пловец Язан Бавап родился в Саудовской Аравии и живет в Канаде. Пловчиха Валерия Терази родилась и выросла в США. Тейквандист Амар Ясер Исмаил, к слову, единственный спортсмен, прошедший квалификационный отбор, а не просто приглашенный поучаствовать в Олимпиаде по блату. Родился и вырос в Объединенных Арабских Эмиратах. А теперь самое смешное Джордж Антонио Сальхе стрелок олимпийской сборной террористов родился и живет в Чили. Палестинские террористы не сумели найти даже собственного стрелка, хотя с другой стороны стрелять по глиняным тарелочкам это не то же самое, что расстреливать безоружных людей. А чтобы закончить этот обзор парижского позорища, вот вам типичная трибуна палестинских болельщиков. Приятно осознавать, что хотя бы поддерживают импортозамещенных американцами и канадцами палестинцев, как и положено старые добрые фаши. Привет, меня зовут Эзра Мор, а это Тарак Дауд, который 12 августа совершил теракт в городе Калькиве на территории палестинской автономии и получил за это дозу навсегда успокоительного свинца. На этом можно было бы и закончить, но, во-первых, как ты видишь, Тарак на всех имеющихся фотографиях позирует с хорошо узнаваемой символикой Хамас, так как членом этой террористической организации он и являлся. При этом жил, совершил теракт и помер этот биомусор не в секторе Газа, а на территории Иудеи и Самарии, с чего мы в очередной раз делаем вывод, что Хамас есть не только в секторе Газа, но и в палестинской автономии. Не то, чтобы это было большим секретом, но это может быть большим спойлером следующего сезона нашего ближневосточного сериала. Во-вторых, самое главное, 18-летний Тарак Дауд был одним из террористов, освобожденных из израильской тюрьмы в ноябре в рамках сделки по обмену израильских заложников. Его тогда отпустили вместе с такими же, как он, на тот момент несовершеннолетними террористами. И теперь я хочу спросить у Шевченко, Гордон, Лебедева и остальных отбросов рода людского, рассказывающих в своей туповатой пастве о невинных палестинских детишках в израильских тюрьмах. Вам хоть вкусно было, капрофаги? Но вместо этого я просто тихо порадуюсь тому, что больше этот невинный ребенок ни по какой сделке на свободу никогда не выйдет. И буду надеяться, что скоро компанию ему составят остальные такие же невинные. Далее к другим событиям. Армия обороны Израиля приведена в состояние повышенной готовности после обнаружения активных передвижений Хизбаллы и Ирана. Об этом сообщает The Wall Street Journal. Напомню, что западные СМИ пишут, что Иран атакует Израиль уже в течение 24 часов. Об этом же сообщает и Fox News, цитирую, Иран и его приспешники на Ближнем Востоке могут начать атаку на Израиль в течение следующих 24 часов, сообщили Fox News неназванные источники. Официальные лица на Ближнем Востоке считают, что мы приближаемся к нулевому часу, сообщает иностранный корреспондент Fox News. Напомню, что Иран пригрозил крупным нападением на Израиль в ответ на ликвидацию лидера Хамаса Исмаила Хани в Тегеране в прошлом месяце. Израиль же не взял на себя ответственность за этот инцидент. Израиль также готовится и к ответному удару со стороны Хизбаллы, доверенного лица Ирана в Ливане, за ликвидацию главного командира группировки Фуада Шукра. Новостной сайт Exus сообщает, что хотя и президент Ирана Масуд Пазашкиан хочет избежать жесткого ответа, корпус стражи исламской революции настаивает на проведении более масштабной атаки, чем 13-14 апреля, когда сотни беспилотников и ракет были запущены в прямой атаке из Ирана на Израиль. Добавлю, что тогда все снаряды беспилотники были перехвачены. Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон разделяет оценку Иерусалима, согласно которой Иран или его доверенные лица могут осуществить на этой неделе масштабные атаки. Цитирую, «Мы разделяем те же опасения и ожидания, что и наши израильские коллеги относительно возможных сроков. Может быть, это будет на этой неделе», говорит Кирби. «Мы должны быть готовы к тому, что это может произойти целая серия атак». Кирби добавляет, что в последние дни США усилили региональную группировку войск. «Мы, очевидно, не хотим, чтобы Израилю пришлось защищаться от очередного нападения, как это было в апреле. Но если это то, что им предстоит, мы продолжим помогать им и защищаться», отмечает Джон Кирби. Президент США Джо Байден встретился с лидерами Франции, Германии, Италии и Великобритании, чтобы обсудить вопросы деэскалации напряженности на Ближнем Востоке, а также прекращения огня в секторе газа. Об этом сообщает представитель Белого дома. В совместном заявлении, опубликованном Белым домом, лидеры всех пяти стран также выражают поддержку Израилю в борьбе с любой иранской угрозой. Лидеры добавляют, что поддерживают призыв США, Катара и Египта возобновить переговоры о прекращении огня в секторе газа для скорейшего заключения соглашения о перемирии по освобождению заложников. Они подчеркивают, что нельзя больше терять времени, говорится в заявлении. Представитель армии обороны Израиля Даниль Агари вновь комментирует, что никаких изменений в правилах поведения в чрезвычайных ситуациях для гражданского населения по-прежнему не произошло, несмотря на сообщения неизбежности иранского нападения на Израиль. По его словам, военные находятся в состоянии максимальной готовности к потенциальному нападению со стороны Ирана или Хизбаллы в Ливане. «Последние дни мы следим за нашими врагами и событиями на Ближнем Востоке, особенно за Хизбаллой и Ираном», говорит Агари. По его словам, израильский ВВС усилили патрулирование над Ливаном, чтобы обнаруживать и перехватывать угрозы. «Мы серьезно относимся к заявлениям наших врагов и поэтому готовы на самом высоком уровне к обороне и нападению», добавляет Агари. Он продолжает «Никаких изменений в руководящих принципах командования тыла не предусмотрено, а если и что-то будет, мы немедленно внесем изменения. Мы будем информировать общественность как можно раньше, но при этом не давая нашим врагам разведывательного или же оперативного преимущества», добавил представитель ЦАЛЯ Даниэль Агари. Армия обороны Израиля заявила, что не может подтвердить или опровергнуть заявление военного крыла террористов Хамас о том, что члены группировки, которым было поручено охранять израильских заложников, лишили жизни некоторых из них. Цитирую, «На данном этапе у нас нет никаких разведданных, которые бы позволили нам опровергнуть или подтвердить эту информацию», комментирует ЦАЛЯ. «Мы продолжим проверять и расследовать достоверность заявления и как можно скорее предоставим всю имеющуюся у нас информацию», добавили в армии обороны Израиля. Главные новости Израиля Министр обороны Израиля Юав Галланд осудил утечки информации и некоторых его слов с закрытых встреч в правительстве. Сообщается, что в ходе встречи Галланд назвал обещания премьер-министра Нетаньягу об абсолютной победе в продолжающейся войне чушью, а также усомнился в смелости премьер-министра принимать сложные решения для достижения этой цели. Позднее же Нетаньягу ответил Галланту, заявив, что министр обороны также связан обещанием абсолютной победы и что высказывания Галланта были антиизраильскими, а также препятствовали переговорам о сделке по освобождению заложников. В своем заявлении Галланд отвергает критику Нетаньягу и настаивает на том, что он поддерживает военные цели Израиля по ликвидации Хамаса в секторе Газа, а также возвращению заложников, которые удерживаются группировкой 7 октября прошлого года. Я служу государству Израиль 48 лет, говорит Галланд. Я полный решимости продолжать выполнять свою миссию, сохраняя приоритеты, которые следовали за мной всю мою жизнь. Безопасность государства Израиль, укрепление царя и силовых структур, а затем все остальное. Нас ждут трудные дни, в которые нам придется проявить твердость и мощные оборонительные и наступательные действия. Наш долг сосредоточиться на защите граждан Израиля и нанесении ущерба нашему врагу, сказал министр обороны Израиля Йофф Галланд в ответ на критику премьер-министра Израиля Бенемина Нитаньягу. Главные новости Израиля Уходящий командующий 98-й дивизии Дан Гольдфус заявил, что царь в начале этого года был в нескольких минутах от поимки лидера Хамаса Яхи Сенвара в туннелях сектора Газа. Цитирую, мы были близки, мы были на его территории, мы добрались до подземного комплекса, там было жарко, мы нашли в туннеле много денег, кофе был еще горячим, оружие было разбросано повсюду. Конец цитаты. В израильские СМИ попали лица нескольких солдат-резервистов ЦАЛЯ, подозреваемых и задержанных по делу о плохом отношении с террористом Хамас в изоляторе на военной базе СДТ-МАН. Это вызвало резкую критику со стороны армии обороны Израиля. Цитирую, Армия обороны Израиля со всей строгостью относится к публикации лиц, подозреваемых и задержанных по соображениям безопасности. То, что их лица попали в СМИ, является грубым нарушением постановления военного суда о неразглашении информации, говорится в заявлении Армии обороны Израиля. От имени пресс-службы Армии обороны Израиля в СМИ был направлен запрос с требованием удалить материал. Напомню, что в настоящее время пятеро солдат Цаля содержатся под стражей. Армия обороны Израиля издала директиву, предписывающую всем солдатам и резервистам, которые сейчас в Грузии или Азербайджане не по службе, немедленно вернутся в Израиль. Напомню, что Грузия и Азербайджан находятся рядом с Ираном, хотя общую границу с ними имеет только Азербайджан. Представитель армии обороны Израиля комментирует, что Цаль постоянно оценивает угрозы и обновляет список стран, в которые разрешен въезд военнослужащим. Но и на фоне обострения напряженности за ожидаемого нападения на Израиль со стороны Ирана или Хизбаллы в Ливане, командующий ВВС Израиля Томир Бар запретил военнослужащим сверхсрочникам выезжать за границу, сообщают военные. В армии обороны Израиля комментируют, что этот шаг последовал за новой оценкой ситуации, однако напомнили еще раз, что никаких изменений в правилах для гражданского населения не предусмотрено. Главные новости Израиля Вчера, 12 августа, в парке в Решон-Лиционе неизвестный нанес повреждения мужчине 40 лет. Прибывшие на место медики службы скорой помощи Маген Давид Адом пытались реанимировать пострадавшего, однако спасти его не удалось. В полиции сообщили, что инцидент криминальный. Проводится расследование. Я сейчас нахожусь в кибуцах Фараза. Этот кибуц находится буквально в двух километрах от северной части сектора Газа. Сюда мы приехали сегодня всей фракцией Наш Дом Израиль и до сих пор в кибуце вы можете видеть дома, которые были уничтожены 7 октября. 64 жителя кибуца погибло в тот страшный день. Еще 30 военнослужащих армии обороны Израиля погибли в боях, которые были здесь последующие 48 часов. Только в первой половине понедельника армия полностью очистила кибуц от террористов. Я вам хочу показать несколько домов и несколько надписей на этих домах, из которых становится понятно, что здесь происходило 7 октября. Во-первых, этот дом Сиван Алькабец и ее мужа Наора я знал очень хорошо и знаю очень хорошо. Родители Сиван Шимон Алькабец и Анатоль Кабец после гибели дочери сделали из этого маленького дома мини-музей. Сюда приходят люди именно здесь. Они видят, что происходило здесь, в этом доме, в этом кибуце 7 октября. И прежде, чем мы войдем в этот дом, я хочу вам показать надписи, которые вы можете увидеть разным цветом. Желтый, черный и серый. Так вот, надпись серого цвета 419 это фактически код, который наши военные писали на домах, которые были полностью очищены от террористов, от взрывчатки. А здесь на двери, если вы увидите, вы увидите организация ЗАКа, которая занимается поиском останков тел, закончила работу, если так можно вообще выразиться, как это страшно звучит, закончила работу в этом конкретном доме только 14 ноября. То есть, месяц и неделю после страшной трагедии, после убийства Сиван и Наура. И я хочу, чтобы мы сейчас зашли в дом, я вам покажу, что вот этот дом, небольшая комната здесь, вы можете видеть фотографии, семья Алькабет сделала, как я уже сказал, небольшой мини-музей, здесь фотографии, здесь до сих пор, вы можете видеть на потолке, это все от гранат, посмотрите на кондиционер, который здесь, посмотрите на стены, здесь вы можете видеть крупным планом последние сообщения, которые и Сиван, и Наур отправляли своим родным, где они все еще надеются, что они смогут выбраться и смогут остаться в живых, к сожалению, это последние сообщения, которые они отправляли своим родителям. Каждый, кто приезжает сюда, семья Алькабет просит посетить этот дом, это важно рассказывать о том, что здесь произошло, важно рассказывать не только нам, израильтянам, и помнить, но и важно рассказывать об этом всему миру. молодая семья, и таких здесь десятки в этом кибуце, сотни в региональном совете, более тысячи человек, которые погибли в тот страшный день 7 октября. я хочу показать еще одну комнату, вторую комнату, где была их, собственно, спальня. Здесь вы можете видеть фрагменты фильма, который показывает, что произошло в тот страшный день, вот в этой комнате это была небольшая их спальня, где они были жестоко убиты веками Нух Бахамаса, а это всего, как я вам сказал, в нескольких километрах, забор, который разделяет этот дом, буквально находится на расстоянии 300-400 метров, именно через этот забор боевики проникли сюда. 8 октября на вторые сутки трагедии здесь, в Кибуце, Кварадзе находилось 400 боевиков Нухбы, 400 боевиков Хамаса, с которыми столкнулась наша армия, как я уже сказал, 30 военнослужащих погибли в боях за собственно за освобождение Кибуца Кварадзе и наша задача не только помнить, но и сделать все, чтобы подобные трагедии больше не повторились. И мы видим, что вот Турция, которая сейчас заявила, Эрдоган вчера сказал, что на Израиль напасть, да пожалуйста, турецкая армия, она себе и в Карабахе позволяла воевать, она себе может позволить в том числе войти в Израиль. Мне очень понравилась реакция неправительства, которое, как всегда, толком ничего не могло сказать, хотя министр иностранных дел Израиля ответил, но ответил как министр, как иностранных дел. А мои израильские друзья сказали, ждем, ну попробуйте, ну суньтесь. Это другие люди. Никто не представляет себе, что это такое, как каждый из них по отдельности силен, когда они все вместе понимают, что они государство Израиль. В мире нет стран, в которых было бы такое понимание силы своей страны. В любой стране французы это французы, но они не могут сказать, что они обожают свое правительство, свою власть, и они за Францию готовы. Они готовы, чтобы за них кто-то повоевал во имя Франции. Немцы в этом отношении тоже не самые знаменитые специалисты по сдерживанию натиска на Германию и удержанию внутри себя ощущения того, что мы немцы за свою родину. А у израильтян это по умолчанию. У них иное отношение к миру, у них иное отношение к власти, при том, что у них огромный счет к этой власти, огромное количество претензий. Но израильтяне это совершенно другое мы. Такого мы ни у кого нет. И вот сейчас, когда Эрдоган от имени Турции сказал, что он готов, Израиль очень спокойно кинул головой и сказал, ну давайте попробуйте. Потому что они не боятся. Началось. Через несколько часов весь мир станет свидетелем значимых событий. Хезбола запускает десятки ракет по Израилю. Их ПВО перехватывает ливанские ракеты. Граничащее с Израилем и Ордани внезапно объявило о закрытии своего воздушного пространства. Американские СМИ со ссылкой на Пентагон пишут, что в течение нескольких часов Иран вместе с союзниками начнут крупномасштабную атаку на и последние новости публикуем в Телеграм-канале по ссылке в профиле. 14 канал израильского телевидения опубликовал материал об отношениях главного военного прокурора Израиля Ифат Томир Ярушауми с бизнес элитами страны. Канал сообщает, что главный прокурор была приглашена на роскошное празднование по случаю дня рождения миллиардера Мориса Нахта, который также является совладельцем канала Кешет 12. Это событие состоялось в июле 22-го года, когда Нахт отметил свое 60-летие. Ради праздника был арендован частный самолет компании Aegean Airlines из Греции, который доставил 100 приглашенных, включая главного военного прокурора, в роскошный отель Де Марши в Перее, Греция. Там они веселились три дня подряд. На празднике также выступал известный британский певец, который исполнил песню ко дню рождения именинника. Необходимо отметить, что главный военный прокурор не оплачивал свои расходы. Стоимость этого удовольствия составляет десятки тысяч шекелей. Этот подарок она получила от олигарха, который также контролирует 12-й телеканал. Журналисты указывают на то, что смонтированный клип, якобы доказывающий износилование террориста на базе с Детейман, был показан именно 12-м каналом. Речь идет о документации, доступ к которой был только у военной прокуратуры. В ЦАГале прокомментировали, что главный военный прокурор была близкой подругой тогдашней жены Нахта. И у рассматриваемого события нет никакой связи с ее должностью. А что думаете вы? приблизительно около дивизии ребят, которые погибли, которые ранены таким образом, что они уже не могут вернуться в строй, у которых физические травмы, психологические травмы и так далее. Нам нужны люди сейчас. Что делать? Как нам объяснить по сути ультрарелигиозному бомонду, что надо бы вот собственно помочь? Для начала надо сделать так, чтобы они не сидели в правительстве и не принимали решения, за которые будут платить и деньгами, и кровью не они. Поэтому ситуация сейчас просто мне, как верующему еврею, кажется абсолютно аморальной. Люди, которые не служили, не платят налогов, решают, что хорошо и что плохо для нашего государства в условиях войны. Значит, если они идут в армию, значит, у нас есть альтернативная служба, и как религиозные девушки сионистских религиозных семей ходят на эту альтернативную службу, некоторые христиане и мусульмане тоже, значит, ультратагдосы пускай идут и служат скорой помощью, указывают, не дай бог, за полярализованными больными. Никакого греха здесь нет, и армии там тоже не пахнут. Вы просто не поверите. Недавно выяснилось, что из 900 ультрарелигиозных ребят, которым пришли повестки в армию, на призывной пункт явились только 48 человек. Это же просто несправедливо. Почему большинство наших граждан, независимо от религии или убеждений, честно идут служить своей стране, а некоторые считают, что они просто выше закона? Почему светские ребята обязаны приходить на призывной пункт, а эти нет? Давайте тогда все будем уклоняться. Служба в армии это не только обязанность, но и честь. Уклонение от службы это прямое нарушение закона. Из-за этого должны быть серьезные последствия. Каждый, кто уклоняется от армии, должен быть объявлен дезертиром. Мы должны поддержать справедливость и равенство перед законом. Не может быть так, чтобы одни рисковали своими жизнями ради безопасности нашей страны, а другие избегали своей ответственности. Если вы согласны, поставьте лайк и оставьте комментарий. Делитесь этим видео с друзьями, чтобы как можно больше людей узнать. Привет, меня зовут Эзра Мор, а это будет обзор двух, казалось бы, ничем не примечательных видеороликов, снятых в секторе газа. На первом видео, снятом в одном из палаточных лагерей для перемещенных лиц, нам рассказывают о том, что у бедных и несчастных палестинских террористов нет обуви, и поэтому они делают ее сами из дерева. Разумеется, на видео прекрасно видно, что вся земля вокруг этих босиков и стоптаны не деревянной, а обычной обувью с обычной подошвой. Но на такое мелкое вранье я уже даже внимания не обращаю. Самое интересное начинается позже, когда оператор, снимая душесчипательную историю о деревянных башмачках, случайно показывает нам открытый люк и вход в туннель террористов. Прямо посреди палаточного лагеря, или проще говоря, посреди так называемой гуманитарной зоны. На другом видео, опубликованном террористами Хамас, мы видим, как опять же посреди гуманитарной зоны в городе Хан-Юнос, шесть мужчин в гражданской одежде, ничем не выдающих в них террористов, тащат долбанную ракету и устанавливают ее внутри долбанной палатки. И разумеется, когда туннель террористов будет взорван вместе со всеми, со всеми, кто находится над ним. Или когда Израиль уничтожит пусковую ракетную установку в палатке. Весь интернет снова разразится плачем Ярославной о злых сионистах, бомбящих мирных жителей в гуманитарной зоне. Но знаете, что я вам скажу? Плевать, потому что нет там никаких мирных жителей, как нет там невиновных и нет непричастных. Скажите, честный и порядочный человек станет снимать видео, где якобы пострадал его ребенок для того, чтобы выложить это в сеть? Я вас уверяю, это делается только для того, чтобы мировое сообщество думало, что в секторе газа происходит геноцид. Рассказывали нам просто 50-200 тысяч ракет, которые направлены в сторону Израиля, но мы всегда знали, что есть бутылочная горлышко, и это горлышко, это ракетные установки. Ракета установленная и готовая лететь. Это одна история. Ракета, которая лежит на складе, ее тоже можно считать в качестве угрозы, но это совсем другая история. Так было в 2006 году, так было, в общем-то, на протяжении всего нашего противостояния с Хизбалой. Кстати, и с Хамасом тоже, потому что у них тоже была проблема с количеством возможностей пусков в единицу времени. И, наверное, то, о чем нам сейчас рассказывают, Хизбалла выставила на ракетные площадки в полной готовности, там действительно 5 тысяч 6 ракет, мы не знаем сколько, мы нанесли превентивный удар, эти ракеты были уничтожены, Хизбалла ответила обычным ударом по территориям там от 5 до 10 километров там от границы, да, там, где нету эвакуированных поселений, там, где действительно есть еще израильские граждане, и, собственно, удар был еще и по базе на горе Мирон, но, тем не менее, мы понимаем, что это обычный удар. Таких ударов мы видели за последние 320 дней войны, ну, вот, примерно 320, а вот этого уничтожающего, всеполучающего, замечательного удара в ответ на ликвидацию Шакруна, да, вот этого самого начальника генштаба Ливана, мы так и не увидели. Может быть, может быть, Хизбалла пыталась это сделать. Может быть, это была информационная война, но факт, что то, что сегодня перелетело, пересекло нашу границу, никак не отличается от того, что было позавчера, четыре дня назад, да, были обострения, были большие количества обстрелов, это 10-15 километров от границы, это ракета ГРАД, это минометы, это гранатометы, в том числе и Корнетка. На самом деле, очень тяжелый конец недели, у нас шесть погибших, и это никак невозможно объяснить там, какими-то оперативными действиями, тактикой, еще чем-то, ну, просто потому, что это уже рутина, армия уже знает, как это делать, она делает прекрасно, но, к сожалению, да, вот, без потерь не обходится, это, конечно, страшные ошибки и страшные, и очень тяжелая история. Но, с другой стороны, позавчера, два дня назад уже, Галланд побывал в Рафиахе, поздравил руководство 162-й дивизии с окончанием операции, то есть, фактически, активная наступательная операция в Газе, с точки зрения командования, закончена. Теперь Газа это примерно как Джанин, Тулькар, Мшхем, туда будут заходить в разные районы, чистить, да, даже, может быть, будут потери, но, в основном, будут потери среди боевиков, среди тех, кто пытается оказывать сопротивление и выходить. Да, Газа разрезана на три части, буквально два дня назад это произошло, трасса Кесуфим, до порта Аль-Карари, это порт напротив Хан Юнуса, там вошли наши танки и, собственно, получилось так, что теперь Газа разрезана на три части. Филадельфийский коридор, Кесуфимский коридор, это они отгораживают Хан Юнус в Рафиях, дальше центральная логия беженцев, дальше трасса Ницарим, которая тоже разрезает сектор пополам, и там даже есть уже зона безопасности, и постоянная израильская база в центре Газа, ну и дальше северные районы сектора. И, в общем, понятно, что пока, ну, вне зависимости от того, что говорят политики, армия действует так, как будто они получили задачу, будут ее вволнять до конца и без всяких приказов отступить на перерывы, на какое-то там мирное затишье, на обмен заложников, и даже вот за сегодняшний день 40 ударов по инфраструктуре террористов, 30 уничтожено боевиков, это очень серьезные цифры, они похожи на цифры, которые были у нас в начале сухопутной операции, при том, сейчас она уже закончена, но при этом боевиков отслеживают, их уничтожают, за ними охотятся, в Дирлбалхе, центральной лаги беженцев, 500 метровый тоннель был обнаружен позавчера и вчера уничтожен, ну то есть работа в газе идет, там ее очень много, и там ее хватит еще на много месяцев, но понятно, что это уже не та работа, про которую мы говорили в начале, то есть сухопутная активная часть операции закончена, теперь будут вот эти постоянные зачистки и к сожалению будут потери с нашей стороны Палестинские фракции в секторе Газа рассматривают возможность свержения лидера Хамаса Яхи Синвара, сообщает The Jewish Chronicle. Это происходит на фоне разногласий по условиям прекращения огня с Израилем. Сообщается, что Синвар постоянно окружен 22 живыми израильскими заложниками, которых используют как живые щиты. Израиль уже несколько раз воздерживался от ликвидации Синвара, чтобы не подвергать риску своих граждан. Остальные израильтяне удерживаются меньшими палестинскими террористическими группировками. Заместитель директора ЦРУ Дэвид Коэн заявил, что судьба сделки по освобождению заложников и прекращению огня зависит от Синвара, и что Израиль продемонстрировал готовность к серьезным уступкам ради освобождения пленных. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антонио Гутерриш призвал Израиль прекратить военные операции на Западном берегу после того, как Цахал объявил о масштабной антитеррористической операции, в результате которой было ликвидировано 11 палестинских террористов. В заявлении, озвученном его представителем Стефаном Дюжариком, Гутерриш выразил глубокую обеспокоенность происходящим, осудив, как он выразился, гибель людей, включая детей. В терминологии ООН детьми являются личности 16 и 17 лет. Генсек он призвал Израиль соблюдать международное гуманитарное право и защитить мирных граждан. Он также подчеркнул, что дальнейшая эскалация подрывает палестинскую власть. Со слов Гутерриша, только окончание оккупации и возвращение к политическому процессу могут привести к миру. Мандат миротворческих сил ООН Юнифил на юге Ливана был продлен Советом Безопасности ООН, что позволяет им продолжать свою деятельность между рекой Литания и Израильской границей. Голосование прошло единогласно. Израильский посол Вон Дани Данон обратился к ливанскому народу, заявив, что их правительство должно либо противостоять Хизбалле, либо столкнуться с разрушением страны. Он подчеркнул, что если Ливан не примет меры, страну ждет не стремится к войне, но будет решительно защищать своих граждан. США выразили обеспокоенность нарушением относительного спокойствия в регионе после октябрьских атак Хизбаллы на Израиль, которые подрывают действия по выполнению резолюции 17.01. Совет Безопасности должен рассмотреть способы, которыми Хизбалла и другие вредоносные силы в Ливане препятствуют полной реализации мандата Юнифил, создавая угрозу миротворцам. Дорогие граждане Израиля, пришло время сказать правду. Вчерашняя пресс-конференция премьер-министра Натаньяу это пустая болтовня. Если бы я был на его месте, прежде всего, мы бы приняли специальный закон, который позволил бы в кратчайший срок предать террористов суду. Второе, необходимо прекратить поставки горючего продовольствия медикаментов тем самым террористам которые убивают наших граждан. Настала время действий ани разговора. Хм террористам 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 и и террористам объектов катился по дороге, в нем, в этой машине, которую уничтожили силы Украины, находились высокопоставленные, я бы даже сказал, элитные офицеры корпуса стражи исламской революции, которые прибыли из Ирана в Россию, чтобы помочь русским террористам в наладке каких-то систем, возможно, при использовании дронов. Ну, очевидно, что еще Иран предоставляет России дронов. Это такие плоды поездки Шойгу в Иран. Вот сейчас Иран обрадуется, как здорово обеспечили безопасность иранских мальчиков. Мои аплодисменты не держал бы телефон двумя руками, поаплодировал бы ВСУ. Слава Украине, слава ВСУ. И, естественно, кто сунется на помощь русским террористам, получит вот это. Слава Украины. Впервые с начала войны Цаалю удалось спасти заложника живым из подземного туннеля. Сегодня в ходе операции Цааля и Шабак был спасен похищенный террористами Хамаса 53-летний Каид Фархан Аль-Кади, отец 11 детей из города Раад. Этот случай прекрасно демонстрирует, что Хамас не воины-освободители своей религии, а скорее позор ей. Даже будучи мусульманином, Каида похитил Хамас и держал в плену целых 10 месяцев. На просторах интернета пропалестинцы уже пустили в ход свою пропаганду, объясняя якобы, что это сам Хамас отпустил заложника после того, как понял, что он мусульманин и был похищен по ошибке. Да, 10 месяцев заложник был в плену, но вот как раз сейчас Хамас решил внезапно освободить его. Ох, какие гуманные у нас террористы. Сегодня на самом деле очень тяжелое утро, несмотря на 1 сентября и на радость большинства родителей. Сегодня наши солдаты вернули в Израиль 6 заложников. К сожалению, все шестеро были убиты. Были убиты не людьми Хамаса. По предположениям армии, они были убиты в последние несколько дней, потому что наша армия узнала о их местонахождении. Она подобралась близко. Они собирались их вызволить. И чтобы мы не заполучили их живыми, Хамас просто их убили. Хизбалла сейчас отправляет своих посланников просто во все СМИ, для того, чтобы попытаться воздействовать на общественное мнение. Она сообщает об атаках на север Тель-Авива и о том, что они заранее освободили объекты, которые были атакованы сегодня, 25 августа, Цалем. И все это для того, чтобы свести к минимуму тот позор, который был причинен ей. Проблема только в том, что в Израиле при населении почти в 10 миллионов человек, а это на секундочку в два раза больше, чем живет в Ливане, мы проживаем всего лишь на 50% страны, потому что остальные 50% это пустыня. И даже если ежик у нас перебежит дорогу в неположенном месте, об этом узнает вся страна через доли секунды. А если уж куда-то, где-то попала ракета или беспилотник, даже в самый засекреченный объект страны, мы узнаем об этом максимум в течение часа, потому что информация появится во всех израильских телеграм-каналах, потому что как минимум рядом с этим объектом 100% живет какой-нибудь Йося, который это все видел, или у него есть тот самый родственник, сосед родственника, который знает знакомого, который работает в генеральном штабе. Ну, либо другой вариант. У нас очень много оппозиционных СМИ, примерно 90%, и они срочно выпустят статью о том, что все пропало, и правительство не справляется. Зная все это, все заявления Хизбулы, и насколько успешна их месть, выглядят особенно жалкими и смешными. Премьер-министр Бениамин Нетаньяху обвинил организаторов и участников общенациональной забастовки, к которой присоединились сотни тысяч израильтян в поддержке террористической группы Хамас. Забастовка, организованная Федерацией труда, Гистадрут, после того, как Израиль обнаружил тело шести заложников, казненных Хамас, вызвала возмущение среди остальной части израильского общества. В понедельник в ходе заседания кабинета министров Нетаньяху назвал забастовку, позором, утверждая, что она фактически поддерживает Хамас. По его словам, страйк якобы передал лидеру Хамаса Яхи Синвару послание, «Вы убили шесть человек, и мы поддерживаем вас». Он также пообещал, что Израиль заставит Хамас заплатить за убийство заложников. Нетаньяху распорядился в течение 48 часов подготовить рекомендации для жестких мер против Хамаса. Суд обязал профсоюз Гистадрут прекратить забастовку, направленную на давление на правительство для заключения перемирия и освобождения заложников в Газе. Тель-Авивский суд постановил завершить забастовку, после того, как она ограничила доступ к государственным службам, клиникам, банкам и общественному транспорту. Государство и форум семей заложников Тиква, поддерживающий приоритет военных действий, подали иск против Гистадрута, утверждая, что забастовка носит политический характер. Суд согласился с доводами, отклонив аргументы Гистадрута о том, что военные действия вредят экономике. Руководитель профсоюза Арнон Бар-Давид пообещал уважать решение суда, но подчеркнул важность забастовки. Правые политики приветствовали решение суда, обвиняя Гистадрут в поддержке Хамаса. Министр финансов Бецалель Смотрич заявил, что не допустит нанесения вреда экономике Израиля в интересах врага. Политики коалиции предложили подать коллективный иск против Гистадрута за ущерб, нанесенный забастовкой. Как не сойти с ума, моя душа тюрьма, моя земля больна, как не сойти с ума. Хочу любить и жить, хочу добро молить, нам срочно нужна весна. Как не сойти с ума, моя душа тюрьма, моя душа тюрьма, моя душа тюрьма. Я крикну небесам, не веря там слезам, верни мне мир, верни добро, верни удачу. Не плачу, я не плачу. Все члены военного кабинета выступали за соглашение по принципу всех на всех, позволяющих быстро освободить заложников. Что значит всех на всех? Это значит освободить еще много таких Сенвара. Ведь надо понимать, я все время был один из немногих, кто был против сделки Шалита. Не было бы сделки Гелада-Шалита, не было бы 7 октября. Практически все, кто ее организовали, от Сенвара до его ближайшего окружения, были выпущены из израильской тюрьмы в рамках сделки Шалита. Мы хотим еще много таких 7 октября, мы хотим создать еще много таких Сенваров. Тогда возникает вопрос. Получается, что вы категорически против обмены сделки, и вы тогда стоите на позиции, которую сегодня озвучил Бен Гвир, что освободить заложников можно только силовым путем. Так? Смотрите, я не против любой сделки. Я, например, поддерживал первое соглашение, которое было о освобождении заложников. Почему? Потому что это отличается от ситуации с Геладом Шалитом. Люди были похищены из своих домов, потому что государство провалилось, армия обороны Израиля провалилась, и поэтому ответственность за это не может упасть только на них и на их семьи. Она на всех нас, на правительстве, на государстве, на армию обороны Израиля. Поэтому платить по этому счету всем нам, не только тем людям, которые были похищены. Но, с другой стороны, я не принимаю позиции сделка любой ценой. Завтра Хамас скажет, закройте государство Израиля и уйдьте все отсюда. Мы можем заплатить такую цену? Нет. Поэтому понятно, что нет сделки любой цены. И вот теперь объясните мне, как люди не могут желать реформы, когда одним решением председателям из Садрута можно отстранить от работы всех государственных служащих. Вдобавок к этому принести ущерб экономике лишь из-за личных политических убеждений. Где такое видано? Чтобы один человек имел столько власти, чтобы блокировать доступ к важным учреждениям для жителей Израиля. А все только из-за политических взглядов. Или он таким образом собрался заложников вызволить. Типа, все сколько тупые, а он один умный. Нас атакуют, мы отвечаем. Сколько продалится, это не знаем. Нам угрожает Иран катастрофой. Мы сидим ровно, болит уже жопа. Ближе к обходу подвинутый диванчик. Рядом тревожный стоит чемоданчик. Медикаментов в пакетике куча. Бутылочка водки. На всякий случай. Я приобрел себе старый транзистор. Новый фонарик. Лобы, две канистры. На лестничной калетке протерли перила. По предписанию от службы тыла. Не занимать нам, евреям, отваги. В Меклате гора туалетной бумаги. Да, мы боимся. И да, нам обидно, Что ничего из Меклата не видно. Алины и Сабры, стартеры и девки. В Меклате, в Мамаде, На лестничной калетке На нас нападают. И так год за годом Становимся вместе, Единым народом. И чтобы судьба Жизнь народу продлила, Следуя инструкциям От службы тыла. Субтитры создавал DimaTorzok Они приближаются! Их много! Они текут, Как рыжая безбрежная река! В таком виде Я не могу Я должен Принять волну Ты вся скуката! Слушай, Что-то мне не нравится Звешний режим. Чует мое сердце, Что мы накануне Грандиозного шухера. Что? Опять? Испокойствие, Только Испокойствие. Вдруг неожиданно Председатель Палестинской Автономии Махмуд Аббас Обратился Значит С письмом К израильскому Правительству С требованием Разрешить ему Проезд в сектор Газа. За каким вообще Рожном ему туда Понадобилось Не очень понятно. Он человек такой Не сильно популярный Ни на западном берегу В Иудее и Самаре Не уж тем более В секторе Газа. Но вот он потребовал Значит Его туда Непременно Пустил Пустить И отправил Еще параллельно Письмо в Штаты Чтобы Штаты Надавили на Израиль Чтобы его туда пустили. При этом К коню понятно Что безопасность ему И безопасный проезд Должны будут обеспечивать Израильские военные. То есть Мы поедем туда Значит Изучать преступления Сианинских оккупантов А сианинские оккупанты Должны нам обеспечить Значит Безопасность Там проезд И Все такое. В Израиле Вообще полагают Что Аббас Надеется На то Что ему Откажут И таким образом Он сможет Обвинить Израиль В том Что его Не пускают Так сказать Посетить Сектор Газа Не пускают Все это дело Посмотреть Если он Наоборот Получит разрешение Туда попасть То таким образом Он Заработает Политические очки Перед Хамасом Вот смотрите До чего вы довели газу А я вот приехал Все разрулим Все отстроим Все сделаем Голосуйте за меня На следующих выборах И так далее И плюс Это поспособствует Наверное Возвращению Или Переговорам По возвращению Палестинской администрации Контроля над Сектором газа Ну поглядим Опять же За этой историей Разрешат ему Или нет Это было бы Довольно Любопытно Как по мне Так ради бога Езжай туда Только пусть ему Безопасность обеспечивают Не израильские солдаты Кто хочет Палестинские службы безопасности Американские морские котики Или в конце концов Сам Хамас Привет Меня зовут Эзер Мор А это Павел Дуров Который был арестован во Франции И это была не моя тема Пока арбузы головы и дегенераты Не начали приплетать Израиль Ко всей этой истории Потому что Ну а как иначе А кто же еще у них может быть виноват Теории там просто потрясающие Начиная с того Что спутница Дурова 24-летняя стримерша Юля На самом деле агент израильского Моссад Причем все об этом пишут Ссылаясь на статью В газете Daily Mail В которой есть одно единственное Упоминание Моссада Наравне с другими Спецслужбами мира Ну и заканчивая теориями О тайном визите Дурова В азербайджанский центр кибербезопасности Созданный при поддержке Израиля Но тут надо очень сильно множить сущее Чтобы искренне не понимать Что Дуров как человек Связанный с цифровыми технологиями Вполне мог посетить такой центр Во время визита в Азербайджан И в этом нет ничего удивительного А вот в том что азербайджанский центр Создан при поддержке Израиля Тоже нет ничего удивительного Учитывая теплые отношения Между нашими странами И то место которое Израиль занимает В хай-тек индустрии Теперь что касается самого ареста Я считаю что Павла Дурова нельзя обвинять В совершении какого-то преступного действия А Телеграм на данный момент Это единственная платформа Где я могу реализовывать Своё право на свободу слова С другой стороны О преступном бездействии Дурова Я говорил ещё в октябре Привет друзья Не люблю я конечно записывать Грустные новости Но сегодняшний случай Исключение Знаете да что произошло Нашли 6 наших погибших заложников И это не то что люди Которые погибли там Когда-то месяц назад Просто нашли их тела Это те Которых лишили жизни Когда узнали что приближается Наша армия Но этот случай Дает нам явно понять Кто наш враг То есть это не просто крысы Которые вылезли из-под земли Взяли мирных людей Затащили их туда И держали их там практически год Люди год практически содержались В нечеловеческих условиях Я не знаю вообще Как они это выдержали И перед самым-самым Когда вот-вот Их должны были освободить Эти ублюдки Лишили их жизни То есть вы понимаете Полное отсутствие Каких-либо человеческих качеств Чести и достоинства Ты проиграл Ты проиграл на своей же территории В своих же тоннелях Которые ты строил Всё уйди Нет они ещё взяли И людей Чтоб никому не досталось То есть вы понимаете Это даже не крысы Это по образу жизни крысы А по поведению Я не знаю Слово даже такого В этом мире Субтитры делал DimaTorzok Полтора года назад Кнессет принял закон О лишении террористов Израильского гражданства И выдворении их из страны За это время Принятый большинством голосов закон Ни разу не применялся А организации ответственные За проведение в жизни этого закона Валят вину друг на друга Полномочия лишить террористов Израильского гражданства Находятся у министра внутренних дел Если человек осуждён за терроризм И получает деньги от палестинской администрации Он должен быть лишён гражданства И после освобождения из тюрьмы Депортирован на территорию Палестинской автономии Или сектора Газа Под эти критерии Подпадают более 800 граждан Израиля И хотя закон, позволяющий лишать террористов гражданства Действует уже с февраля прошлого года Он так ни разу не был применён Оказывается Министр внутренних дел Должен получить список соответствующих лиц Этот список есть в Министерстве обороны Шабаки и в военной разведке ОМАН Но в МВД его не передают Поэтому террористы продолжают пользоваться Всеми положенными гражданам Израиля Льготами, правами и выплатами Как во время тюремного заключения Так и после него Комиссия Кнессета провела по этому вопросу Четыре заседания Три из которых были секретными Депутаты требовали объяснений Шабаки утверждают, что не имеют права Передавать материалы, которые собраны не шабаком И переводят стрелки на военную разведку ОМАН В армии вовсе игнорируют заседания Несмотря на приглашение Депутат Кнессета Амид Халеви От партии Ликуд После многократных обращений в различные инстанции Отправил своего помощника домой К бывшей руководительнице службы тюрем Кэти Перри Чтобы взять тиск со списком террористов И лично передать его в МВД Что никак не мог сделать Шабак Но и это не помогло Ни один террорист так и не был лишен гражданства После обращения к министру обороны Йоаву Галланту и к министру внутренних дел Моше Арбелю Которые вновь не помогли Амид Халеви на этой неделе отправил еще одно послание Последнее, на этот раз составленное адвокатом Министр обороны Йоав Галланд и глава генштаба ЦААЛа Получили предупреждение, что если реализация законно не начнется Депутат обратится в богатство С требованием обязать государство Реализовать принятый к НЕСЭТам закон Сегодня утром, 25 августа Армия обороны Израиля с помощью разведки Обнаружила подготовку террористов Кизбалы К массовому запуску ракет по Израилю Конкретно по Тель-Авиву и другим объектам И атаковала на опережение 6 тысяч единиц ракеты и дроны были нацелены на Израиль Но заблаговременно уничтожены нашей армией обороны Страшно представить, что бы было, если бы этого не случилось Мы бы проснулись совершенно в другой реальности Но даже несмотря на это, утром Хизбале все равно удалось начать свою волну атак на Израиль Выпустив более 300 ракет Есть прямые попадания на севере Израиля, двое раненых На территории Израиля введен режим чрезвычайного положения Общественные бомбоубежища по всему Израилю были открыты И поступили особые указания службы тыла для жителей северной части страны Обычное утро израильтян Проснулся, а тут война, ракеты, перехваты, прямые попадания, отмены работы и ограничения на передвижение В таком состоянии страна уже более 10 месяцев Министерство юстиции США символически предъявило обвинение шести высокопоставленным лидерам Хамас Включая Яхью Синвара, за участие в похищении и убийстве американских граждан 7 октября Обвинительное заключение было подано в южном округе Нью-Йорка и включает имена Исмаила Хани Мухаммеда Дафа, Моруана Иссы, Халеда Машаля и Али Браки Некоторые из которых уже ликвидированы, а другие явно не планируют посетить США В сущности Америка может лишь пытаться давить на Катар, требуя выдать Халеда Машаля Генеральный прокурор США Мерит Гарланд заявил, что эти обвинения – лишь часть наших усилий против Хамас И они не будут последними Президент США Джо Байден также выразил соболезнования родителям одного из погибших американцев – Херша Гольберга Полина И пообещал, что лидеры Хамас заплатят за эти преступления Байден отметил, что Херш был между невинными жертвами, жестоко атакованными Когда участвовал в музыкальном фестивале «За мир» в Израиле Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok